Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, которые нас посетили, друзья и братья и сестры, которые находятся с нами в прямом эфире, сегодня торжественное богослужение в Церкви нашей. И вот перед молитвой общей, церковной, я желаю поделиться местом Священного Писания и иметь некоторые рассуждения. В основании я прочитаю место Священного Писания, которое записал апостол Павел в Первом Послании Коринфянской Церкви, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Слово или проповедь о кресте для погибающих юродство есть» – это старое слово, это юродство, это не имеющее здравого смысла, что-то неразумное. В прошлое воскресенье, когда мы были в Доме молитвы, я обратил внимание, это был торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, и там по дорожке были расстелены веточки пальмы, цветы, и дорожка упирается в крест. Причем тут крест? Это торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, и по теме было бы, может, там ворота, символизирующие Иерусалим, или храм, макет храма, или картину поставить. Здесь был цветок, пальмы, розы и сухие веточки с такими страшенными иголками. Не эстетично. А для нас, спасаемых, проповедь о кресте – сила Божия. Когда Христос входил в Иерусалим, Он видел народ, который ликовал и славил Бога, запосланного царя. Он видел город, Он видел народ в нем, которого Он любил, и Он плакал о народе. Но Он видел, Он Бог, Он имеет сущность предвидеть. Мы этого не можем, люди. Он видел Голгофу, Он видел на ней крест. Христос не плакал о кресте, о Его страданиях мученических. Он плакал о народе, которого любил. Он знал, что пройдет пять дней, и люди, которые торжествовали, ликовали, они возьмут терновые веточки и сплетут аккуратно, чтобы руки не поранить. Венец и стерна с ужасными колючками, от которых глазу больно. И положат Иисусу в знак признательности венец этот на голову. И потом, чтобы не пораниться, будут бить палкой. А потом приведут на Голгофу. И там Его обезображенного, наипаче всех человеков, пригвоздят. И поднимут этот крест. И будут глумиться. Это в ответ на любовь Сына Божьего. И Он там умер в мученических. Даже природа возмутилась. Написано слово, говорит нам, тьма была на земле. От часа шестого до часа девятого, среди дня, тьма была. И когда Христос возопил, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? И сказал, совершилось. И спустил дух. Тогда земля потряслась. Гробы отверзлись, а мертвы воскресли. Это было сверхъестественное явление. И люди, которые глумились над Христом, они бежали, бия себя в грудь, и говорили, мы Сына Божьего распяли. И сотник говорит, воистину Он был Сын Божий. И один воин пронзил копьем ребро, и из ребра Христа истекла кровь и вода. Свидетельство, это была полная смерть. Иисуса сняли и погребли во гробе. По законам Востока обвили плащаницей, помазали его миром и положили в гробницу. Привалили камнем большим. И следующий день после субботы, день воскресный, рано утром женщины пошли, чтобы по законам Востока помазать тело умершего Иисуса. И у них одна была задача. Кто нам отвалит этот большой камень, чтобы нам войти туда? Когда подошли, камня на месте нет, он в стороне валяется, и оттуда у вас свет сияет. Они подошли, и Слово нам говорит. «Ангел, обратив речь к ним, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес». Дорогая церковь, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Ему за победу! Присядьте, дорогая церковь. Слово нам открывает. Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что смерти невозможно было удержать Его. Он воскрес, потому что Он – Бог. Но Бог умереть не может. Бог обладает свойством, качеством. Он бессмертен. Бог не имеет начала, не имеет конца. Он вечный, предвечный. Он источник жизни, дающий всем жизнь, и имеет в себе бессмертие. Наверное, вот ответ. А почему так Бог пришел во плоти? Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит, «И беспрекословно, великое благочестие – тайна! Бог явился во плоти! Бог, Сын, принял человеческую плоть, чтобы умереть, чтобы стать заместительной жертвой за грех всего мира». И написано в книге Библии, которую мы почитаем, это книга от Бога. Ее писали пророки, которым говорил Бог Дух Святой. и написано, что Бог Отец возложил на Иисуса грехи всех нас. Вот почему Бог отвернулся, и тьма была от Иисуса, потому что на Нем были грехи. Но под этой грудой грязных грехов билось чистое непорочное сердце, которое в жизни своей за 33 года даже не помыслил греха, не соделал греховному. И поэтому впервые за всю историю на кресте Голговском был нарушен закон возмездия за грех, смерть. Христос не имел греха. Он даже не имел наследственно адамовского греха, которого все мы люди имеем. Он был чистый агнец, непорочный. И Бог воскресил его. Но он умер, это была заместительная жертва. Он умер на кресте Голговском. Дорогие друзья, с того времени прошло 2000 лет от Рождества Христова, по нашему ищу, 2022 года. Я не знаю, гора существует та или нет Голгов, которая была. Может, она видоизменилась за года, за века, за тысячелетия, за два тысячелетия. Я понимаю, что креста того нету, который был, на котором был распят Христос. Гвоздей тех, которыми распинали Христа, их нету. Но проповедь о кресте для нас спасаемых сила Божия, сила Божия, дающая прощение грехов. Я никогда не был в Израиле, я не был в Палестине, я не видел Гору Голгофу, но у креста Голгофского я был. В юности моей, когда я слышал слово о Христе, я понимал, что я имею грех наследственный адамовской природы. Я понимал, что я в жизни своей я не убил никого, не ограбил, но я согрешал пред Богом святым и праведным. И я понимал, что на кресте Голгофском была жертва за грех всего человечества и за грех мой. И прекрасное качество дал Господь каждому человеку. Это вера. Вера, она рождается от слышания Слова Божия. Это чудный дар от Бога. Эта вера привела меня в состояние греховности. Я в молитве покаяния просил у Бога прощения. И чудо, которое не в разуме, а вот здесь, в душе человека, Он простил греха, мыло чистил и дал мне радость спасения. Я верю, что подобное пережили вы, дорогие братья и сестры. это сила Божия, которая дает прощение грехов не в области разума нашего, а Дух дает новый, для жизни новой, духовной. Это начало новой жизни. И оно берет начало у креста. Мы поем прекрасный гимн «Приходи почаще на Голгофу, там берет начало жизнь Твоя». Дорогие братья и сестры, вот оно, смысл здравый, что во всем мы видим. И если бы наша проповедь была о Иисусе Христе, как о хорошем человеке, как о прекрасном учителе народа израильского, который оставил учение, который оставил добрый пример праведной жизни, он бы был подобен тем пророкам многим, которых Бог посылал, которые приносили Слово. И мы таких последователей знаем много очень, но единственный за всю историю человечества, жизни на земле, единственный, который оставил учение, оставил добрый пример подражания, умер с заместительной жертвой и воскрес из мертвых. Единственный Иисус Христос, у которого нету гробницы, у которого есть единственный памятник, это крест. Поэтому апостол Павел ниже говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Христа распятого на кресте Голговском, умершего и воскресшего, который воскрес силою Божию и отнял силы у имеющего державу у сатаны. И ныне слово говорит в руках Иисуса Христа ключи ада и смерти. Он победитель. Дорогие братья и сестры, Он дает не только победу над грехом, прощая грех и делая нас, Он дает нам победу над силами зла. Вы помните, когда Иисус Христос выходил на служение в 30-летнем возрасте, дьявол к нему приступил после крещения, когда был с неба голос и слышали «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» И после этого дьявол приступил к нему и искушал его, сталкивал его ко греху, чтобы он признал силу дьявола, но не силу Божью. А вы помните, после воскресения Иисуса Христа дьявол вновь приходил к нему, искушая. Я не помню такого. Такого не было. После воскресения Иисуса Христа Христос имеет победу, и дьявол убежал. Он никогда не приближался и не приблизился к Богу, потому что Иисус Христос единственный одержал победу, а дьявол опозорен. Дорогие братья и сестры, радость наша в том, когда мы проповедуем Христа распятого, что своей победой Он дает и нам эту силу отражать силы дьявола и восставать против него. Наверное, многие столкнулись с людьми, которые имеют одержимость сил дьявольских. Единственная защита града, которой не может он перейти, это кровь Иисуса Христа, это победа Иисуса Христа на кресте Голговском, это победа в нас, Духом Святым. Поэтому дети Божьи, они ограду имеют, защиту имеют и власть имеют противостоять. Это великая победа, которую нам дал, и она в проповеди Иисуса Христа, распятого на кресте Голговском. Эта сила Божия, она имеет силу в нас, детях Божьих, когда мы, живя на этой земле, окруженной грехом, мы имеем Дух, возрожденный для новой жизни, но и наша адамовская природа, она распита, но она проявляется, и мы порой согрешаем, порой нарушаем мир внутренний, мир с окружающими нашими, и совесть нашей, Дух Святой осуждает. И тогда, о радость, мы приходим ко Христу и говорим, Слово Божие Иоанн написал, если исповедуете грехи ваши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Дорогие братья и сестры, чем очищается? Согрешение твое и мое кровью Иисуса Христа. Без пролития крови не бывает прощения, это правда Божия. И Христос, Иисус, Он одеснует Бога Отца по правую руку, и по праву Он занял это место. Он имеет силу и ходатай между Богом и человеком. Когда я согрешаю, прихожу и прихожу вновь верою ко Кресту Голгофскому, говорю, Господи, сознаю, согрешил, прости, и Он, как ходатай, ходатай ствует и вновь очищает и восстанавливает. И далее в этой же главе 30-м стихом апостол Павел записал. Первое послание Коринфяна, 1-я глава, 30-й стих. От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Представляете, мы праведны пред Богом. Какой бы ни был грех, Бог не вменяет его, потому что мы праведны пред Богом. Мы освящены, то есть наследие Его святыми называет нас Бог и искуплены. Цена искупления дорого. Это кровь Иисуса Христа, который является ценой за мой и твой грех. Есть прекрасный гимн христианский, который поет Иисуса кровь. Иисуса кровь течет из-под терного венца. Иисуса кровь, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце добила. Какой ценой даровано прощение грехов. Не только мне, у Бога столько дочерей, сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста. Не хочешь открывать свои уста. распят Христос, ты припади к его ногам. Не суд, не Божий суд, прощение дает твоим грехам. Голговский крест тебя от вечной гибели спасет. Еще не ночь, еще Спаситель ждет. Дорогие друзья, жертвы на кресте Голговском она была 2000 лет тому назад почти пролита. Она имеет силу на века, навсегда. Если ты сознаешь разумом своим, что ты грешен пред Богом, если ты веришь, эту веру дает Бог, что на кресте Голговском была жертва за грех твой. Тебе необходимо в молитве покаяния обратиться к Богу, и это начало новой жизни. Там у Голговского креста берет начало жизни твоя. Это наша радость, это наша победа. Мы церковь евангельских христиан баптистов, то есть христиане последователи Иисуса Христа учения Его, евангельские, живущие по Писанию, по Евангелия, которое оставлено для нас. Баптисты твои есть крещенные по вере в Господа Иисуса Христа. Мы не поклоняемся Кресту, мы не осеняем себя знамением крестным, мы поклоняемся славе и величием Иисуса Христа, который был распят на кресте Голговском, умер, погребен и воскрес, и вознесся и ныне одесную Бога. Церковь Христова проповедует Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Он придет за церковью, Он единый победитель, который живой, который управляет землей, который управляет церковью, который созидает церковь. И Слово Божие нам говорит, что будет время, у Бога есть определенное число, которое войдет в церковь, и тогда время спасения закончится. Никто не знает этого полного числа. Только знаем, вот этот дар веры, дар покаяния, он от Бога приходит. И когда последний грешник из языческого народа войдет, тогда двери закроются. Тогда Бог будет работать вновь с Израилем, своим народом. Дорогой друг, который сегодня находится в доме молитвы, может быть, ты последний человек, который обратится к Богу в молитве, и тогда двери закроются. А может быть, кто-то раньше тебя склонится в креста Голгофского молитвы покаяния, и двери закроются. Интересная мысль, но немножко страшная мысль. Пусть Господь благословит, и если во время богослужения в твоем сердце будет Господь работать Духом Святым, противостань дьяволу и обратись в молитве, это будет началом новой жизни. Дети Божии Церковь Христова они поклоняются и прославляют Бога Единственного, который был мертв и все жив во веки веков. Апостол Иоанн это самый молодой ученик, который дожив до старости, который видел распятие Иисуса Христа, который видел его смерть, который видел, как его положили во гроб, который видел, что гроб пустой, который являлся ученикам и разговаривал с ними, и они осязали его, трогали, видели раны на нем. Вы знаете, что в вечности распятый Христос будет иметь знаки отличия от всех. Иоанн в старости, который увидел откровение, будущность, он увидел сидящего на престоле, и вокруг него 24 престола и старцев, и 4 животных, и между старцами и животными агнец как бы закланный. О чем это говорит? В вечности, в новой жизни, когда будет новая земля и новое небо, Иисус Христос будет отличен от всех, и его подвиг на кресте голговском будет сопровождать всю вечность, и ему будет возноситься слава. Иоанн, когда увидел это, это записано в пятой главе книги Откровения, последняя книга книги Библии, «И я увидел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных из царства, ведь число их было тьма тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и в море, и все, что в них, слышал я, говорили, сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, и слава, и держава в веки веков, и четыре животных говорили, аминь, и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков». Сегодня на земле Церковь Христова славе и поклоняется, величит Бога. Это слава сегодня на небе, где прославляется и величится Бог и Агнец, Сын Его, Иисус Христос. И вся слава принадлежит Ему. Дорогая Церковь, слава Иисусу! Во веки слава! Аминь! И мы сейчас в молитвах прославим нашего Господа, склонимся пред Ним. Всем пока! Продолжение следует...